Переговоры в столице Казахстана по урегулированию сирийского конфликта под угрозой срыва. Представители около 10 групп сирийской оппозиции выступили с заявлением, согласно которому они замораживают подготовку к мирному диалогу в Астане из-за нарушений со стороны Дамаска. О том, что столица Казахстана может стать новой площадкой для обсуждений между конфликтующими сторонами в Сирии, ранее договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Таиб Эрдоган. Сирийская армия окружила плод террористов Ан-Нусры под Дамаском. Она преследует банды террористов в долине Вади-Борада. Армия хочет вернуть контроль над водными источниками, которые там расположены. Это позволит провести ремонтные работы и наладить водоснабжение столицы. При этом боевики из ряда вооруженных формирований готовы заключить соглашение о локальном примирении в Вади-Борада. Однако им препятствуют экстремисты из Джебхат-Фатхушам. Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана за подозренному в причастности к теракту. Подозреваемый Яхье Машрапов доказал свою невиновность, сообщил Киртак. По словам Машрапова, он прилетел в Турцию 1 января уже после того, как произошел этот террористический акт. В Стамбуле он занимался делами, связанными с торговлей. Жертвами теракта в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле стали 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Подозреваемый в настоящее время все еще не задержан. В Европу под видом беженцев проникла группа из 400 боевиков «Исламского государства». Ее возглавляет албанский джихадист Лавдрим Мухаджири, выходец из Косово. Среди предполагаемых целей террористов – государственные учреждения в Косово, а также сербские православные церкви. На территории самопровозглашенной республики Косово и Албании в ноябре были задержаны 19 человек, подозреваемых в подготовке терактов в регионе и связях с «Исламским государством». Джихадисты массово прибывают в Европу и на Балканы. Украина может запретить въезд в страну лидеру Французского национального фронта Марин Лепен из-за ее высказывания по поводу законности воссоединения Крыма с Россией. Такую возможность не исключил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук. Он отметил, что помимо отказа во въезде в страну в отношении Лепен могут быть применены еще какие-то меры. Однако решение этого вопроса зависит также от позиции украинского МИД. Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции. Дональду Цангу вменяют в вину незаконное использование денежных средств правительства. Он возглавлял администрацию Гонконга в 2005-2012 годах. Обвинители утверждают, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. Компания оплатила отделку квартиры для Цанга. Тот представил дизайнера к награде. Если Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок. В Китае впервые объявили наивысший красный уровень тревоги из-за смога в ряде регионов на севере и востоке страны. Там отменяют сотни авиарейсов, закрывают автострады и промышленные предприятия. Смог существенно затруднил транспортные сообщения между регионами, особенно с учетом возросшей активности путешествующих во время праздников. Видимость из-за тумана в некоторых случаях падает до 50 метров. В воздухе Пекина зафиксировано наличие твердых частиц в 50 раз превышающих допустимые Всемирной организации здравоохранения. В Узбекистане отменили все виды внеплановых проверок предпринимателей с 1 января 2017 года. Также отменены встречные проверки деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным делам. Принятые нововведения не относятся к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства. Как сообщили в правительстве, это делается для улучшения бизнес-климата в стране. И к казахстанским новостям. В Карагандинской области после обрушения дома обследуют все многоэтажки с автономными системами отопления. Сейчас специалисты Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития занимаются обследованием частично обрушившегося дома в карагандинском поселке Шахан. Критических дефектов в оставшейся части дома пока не видно. Отметим, что в ночь на понедельник в поселке Шахан рухнул подъезд пятиэтажного жилого дома. Погибли девять человек, шестеро спасены, из них двое госпитализированы. Всего в доме проживали 118 человек, в рухнувшем подъезде 25 человек. По предварительной версии, ЧП случилось в результате взрыва отопительного котла, расположенного в подвале дома. Все пассажиры, ранее застрявшие из-за тумана в Объединенных Арабских Эмиратах, прибыли в Астану и Алматы. Об этом сообщил директор Департамента индустрии туризма Казахстана Марат Игали. Напомним, из-за сильного тумана в аэропорту Шаджи отменили запланированные на 29, 30 и 31 декабря 2016 года рейсы в Алматы и Астану. Некоторых застрявших в аэропорту казахстанцев бесплатно размещали в гостинице и обеспечивали продуктами питания. В пяти областях Казахстана из-за метели закрыты дороги. Ограничения на все виды транспорта введены в Акмолинской, Павладарской, Кустанайской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Тем временем в нашем регионе объявлено штормовое предупреждение. В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны октябинцев, говорится об усилении ветра до 20 метров в секунду и гололеде. Сайт www.riktv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Академия 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 Академия